здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок меня зовут светлана сотникова я ландшафтный дизайнер и растение вот сегодня все наше внимание с вами будет приковано к гортензиям в частности я хочу рассказать вам о гортензии метельчатой от известной нам с вами гортензии древовидной она отличается формой соцветия вот соцветия гортензии древовидной оно имеет округлую форму соцветия гортензии метельчатый обратите внимание они заостренные каждый из соцветий заостренные отличаются листочки У гортензии древовидной лист более мягкий и округлый. У гортензии метельчатой лист жесткий, глянцевый, более вытянутый, более удлиненную форму имеет. Что мы с вами знаем о гортензии? По латыни гортензия называется гидрангия. Услышали слово гидра? Услышали наверняка. Это означает, что гортензия очень-очень-очень любит влагу, воду. Поэтому основным фактором для выращивания гортензии является именно вода. Если вы будете гортензию поливать, если ей будет достаточно влаги, то любой куст станет у вас большим, пышным и красивым. Также гортензия очень любит кислую почву. Она прекрасно относится к торфяным грунтам. И если у вас на участке не торф, значит в посадочную яму вы просто обязаны добавить ей торфа. Также она хорошо относится к любой органике. Навоз, компост, опавшие листья. Очень часто люди не знают, как справиться с яблочным опадом. Яблоки падают, семья не справляется, их слишком много. Я весь этот опад закапываю под гортензию. Потому что она очень любит дополнительное закисление почвы. Она очень любит вот эти все кислые вещи. И даже если у вас прокисло молоко или суп, вы тоже можете выкопать небольшую ямку под гортензией и вылить эти отходы туда. Гортензия вам будет очень-очень признательна. За что мы любим гортензию? Конечно же, за ее красоту. За то, что гортензия всегда цветет во второй половине лета. Весной, в мае, в начале июня в саду обычно буйство разных красок. И цветут разные кустарники, все сразу и все по очереди. А во второй половине лета цветет из кустарников очень небольшое количество растений. Среди них гортензия. Зацветая в июле, она продолжает свое цветение в августе, сентябре и даже в октябре. Гортензия метельчатая, в отличие от привычной нам с вами гортензии древовидной, то есть обыкновенной, которая растет, наверное, в каждом саду. Вот она как раз таки формирует древовидный ствол, метельчатая. И ее очень часто люди формируют не кустом, а именно деревцем. Потому что она действительно формирует очень разветвленную красивую крону. Но можно сделать и прямой штамп, и кругленькую крону. Если у вас недостаточно места на участке, то куст будет ярким, красивым и очень компактным. Если вы будете обрезать гортензию метельчатую периодически, то ее цветки станут крупнее, намного крупнее. Когда мне впервые сказали, что цветок гортензии метельчатый может быть размером с ведро, сорт грандифлора, я не поверила. Тем не менее, это так. Если будете обрезать цветы, цветов будет меньше, но по размеру каждый из них будет намного больше. Если гортензии позволить расти так, как она формирует себя сама, значит цветы будут, в общем-то, стандартного размера. Но куст будет очень обильно ими усыпан. Куст может вырасти высотой до 2,5 и даже больше метров. То есть гортензия метельчатая растение достаточно крупное. Сейчас мы с вами видим цветы белого цвета. Такого слегка белого, кремовато-желтоватого. Но у гортензии метельчатых есть особенность. Их цветы меняют окраску в течение сезона. Наверняка вы слышали про сорта ванилла фрайс, пинки-винки, краснеющие сорта. Но любой сорт гортензии метельчатой к осени станет немного розовым. Сейчас пока июль и они только-только распустились. Вот это гортензия, сорт пинки-винки. Тоже пинг, означает розовый. Обратите внимание, что она уже частично начинает розоветь. Это происходит постепенно. В данном случае розовеет цветок с одной стороны. У гортензии ванилла фрайс, ванильное мороженое, это изменение окраски начинается снизу и постепенно-постепенно остается только маленький белый конус. Вот этим они отличаются. Но мои ванильки пока еще не приступили к изменению окраски. И осенью, уже даже в августе, она будет ярко-розовая. А к концу августа-начало сентября она будет свекольного, темно-фиоретового цвета. Поэтому, если на фотографии вы видите гортензию розовую или темно-розовую, а ваш кустик распустился в июле таким абсолютно белым, не пугайтесь, все еще впереди. Понимаете, что фотография это момент, а растение изменяется на протяжении всей своей жизни. Вот этот молодой куст тоже гортензия метельчатая. Обратите внимание, что мужские и женские цветки у этого соцветия имеют не одинаковые размеры, за счет чего получается очень интересная форма самого соцветия и необычный внешний вид у этого куста. Он пока еще молод, он формируется. Я планирую сформировать его круглым деревцем на невысоком штамбе. Обратите внимание, вот его годовой прирост. Для тех, кому интересно, насколько большим становится это растение около 50 сантиметров. Учитывая то, что кустик еще молодой, это не предел. Тем более, что этот куст в позапрошлом году пересадили и он, по большому счету, только-только успел прижиться. Хочу вам рассказать несколько слов о том, как размножить гортензию, если вдруг вам очень понравился какой-то из ее сортов. Дело в том, что гортензия размножается только в июле, только зелеными черенками. Если обычную гортензию, обычную гортензию древовидную, вы можете просто откопать поросль от куста, отделить часть, то у гортензии метельчатой, у нее поросли, вы видите, не образуется. То есть стволик жесткий, одревесневший, он формирует само растение. Молодая поросль от корней рядом не показывается, а цветы интересные, растение красивое и нам, как правило, хочется завести себе такое же. Свежие молодые приросты, которые заканчиваются цветком, на черенкование не годятся. Они и будут плохо укореняться. На черенкование годятся только так называемые слепые побеги. То есть молодые побеги, приросты этого года, текущего года, которые не заканчиваются цветком или цветочной почкой. Поэтому вы можете отделить веточку, вот та мягкая, полуодревесневшая, та часть, которая выросла в этом году. Вот на этой веточке очень хорошо видно. Вот отсюда и вот до сих пор в этом году вырос побег. Вот это будет замечательный черенок. Мы можем отломить его, что называется, с пяточкой, то есть с кусочком тканей более взрослой ветки. И вот такой череночек, сразу же удалим у него листья снизу, той части, которая пойдет в землю. Удалим сразу же, частично, листовые пластинки для того, чтобы черенок не испарял слишком много влаги. Помните о том, что гортензия это гидрангия, она любит воду, она много употребляет воды и много испаряет воды соответственно. И вот такой череночек готов к посадке. Вы можете посадить его во влажную почву, богатую торфом или глиной. Заглубить в землю примерно на половину его высоты. И притянить. Обязательно молодой черенок нужно притянить. И к осени он уже с высокой вероятностью у вас будет иметь собственные корешки и пойдет расти. Как только росток станет больше, чем вот эта существующая надземная часть, больше по размеру, по высоте, по массе, значит, вы можете точно знать, что у вашего растения образовались собственные корни. И его можно пересаживать на постоянное место. Я сказала, череночки притянить. Что это значит? Это значит, что маленькому растению нужно еще больше влаги и нужно, чтобы она не испарялась слишком быстро. Взрослая же гортензия, вопреки распространенному мнению, она любит солнце. Что я хочу сказать? Мы с вами говорим, что гортензия растение теневыносливое. То есть оно может расти в тени. Оно выносит тень, но при этом оно светолюбивое. То есть если нет света, если сложности с освещением, гортензия будет жить и будет расти. Но если есть варианты, то лучше, конечно, солнечное место. Потому что любой красиво цветущий кустарник обильно красиво и пышно цвести будет только находясь в солнечном месте. Поэтому можно украшать гортензией затененные участки вашего сада. Но если вы предоставите ей вот такую солнечную полянку, то гортензия будет радовать вас намного сильнее. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok